всем приветики новый влог начинаю снимать буду снимать его до воскресенья девочки план таков вы его увидите не раньше воскресенья сегодня у меня light день мне сегодня всего два клиента два маникюра с покрытием я еду пораньше потому что первое хочу заехать в магазин посмотреть какой-нибудь спортивный костюм теплый потому что все сейчас близится похолодание сегодня кстати очень хорошо до плюс 2 солнышко я сейчас просто во дворе и дом тенечко общаясь выйду туда и там солнечно вот нос впереди зима как говорится хочу взять себе какой-нибудь костюм спортивный с кофтой без капюшона со стойкой городником только такой на флиз чтобы под низ надевать можно было вот вот эту шубку или под мой под мой этот пуховичок вот ну целенаправленно в определенный магазин пойду там недорого посмотрю что есть посмотрела на волдырис тоже есть модели которые мне интересны все на волдырисе и присмотрела ну хочу так как там сейчас очень много у меня идет лере все придет еще хочу заехать магазин в любом случае вот потом мне нужно еще заскочить фикс прайс купить какао у меня закончилась какао мне многие клиенты любят стали пить чаще чем кофе потом у меня еще чуть-чуть есть соберез и забрала тут за три позиции вот посмотрим с вами хотя знаете девочки сегодня таня работает вот не уверена в общем я там заказала такие выдвижные ящички но по какой-то причине я заказала два разных размеров когда я который под стол клеится знаете я не знаю чем я руководствовалась когда заказывала два разных размера я замеряла же у меня же вытяжка там строен вот из двух сторон от нее вроде бы как будто бы есть место ну видимо я замеряла так что у меня и большой ящик тоже должен влезть потому что маленький я хочу приспособить под палочки апельсиновые и под пилочки и освободить ящик под гели потому что гели уже все в один ящик не влазят и они у меня стоят на столе а я хочу их убрать ящик вот так же в экспрессе наверно кунти коробчонку надо будет купить хотя у меня на работе по моему есть что-то какая-то коробчонка в общем посмотрю что там по контейнерам фикс прайсе вот и масло монарда пришло вот и в общем эти контейнер очки выдвижные ящички они сама на в комплекте есть клейкая штучка они приклеиваются просто вот я хотел вместе с вами их приклеить но главное чтобы они влезли если большой не влезет дело в том что коробку я оставила в альберисе они в коробочках пришли мы вчера с лерушкой ходили забирали и коробки оставила там то есть они без штрих-кодов без всего ладно не велика цена кстати я их не скидывала в телеграм сейчас я их скину сяду в автобусом вот и у меня там еще пришли полотенца я заказывала ванную комплект из 4 штук тоже вам их не скидывала сейчас скину и пришли я в тг кто-то из девочек скидывал набор камуфлирующих вас с поталью от руны пять штук я их посмотрела девчонки их не стала забирать они стоили недорого просто я так подумала у меня вот подобное все есть этом стали 380 рублей не в деньгах дело не в цене просто я подумал что они мне не нужны я оттенки посмотрела какие-то мне не понравились честно если и у них очень маленькая кисточка прям коротенько прям мне кажется пол сантиметра я не представляю как такой кистью работать с базой в общем не стала я их забирать заказала кошек которых тоже вам скину набор кошечек глаз типа вот эта платиновая кошка скину вам тоже сейчас в тг то что все она заказывала лерушка моя я не буду скидывать девчонки но там столько всего скину только то что потом допустим там маски ли волосами какие-то закона заказывал кучу всего то чем мы вместе мы будем пользоваться если что-то понравится я вам потом уже по факту скину вот и нужно мне еще конечно же пообедать будет потому что обедала я 8 утра еду сейчас на 11 на работе в часов 2 работать до 7 поэтому нужно будет все что-то перекусить все девочки буду идти на автобус вот солнышко солнышко все классно вот хорошо увидимся уже в городе девочки у нас в городе елки это возле центрального нашего торгового центра галереи я уже пару часов мотаюсь по городу в общем резюмирую итоги моих шатаний покупок ноль в общем зашла я в тот шоу-рум в который я ехала боже какие у меня ботинки грязные приду на работу отмывать буду мужа девчонки так мерила два костюма и кофточку короче два костюма мерила но они вообще не мои они ну то есть это не то что я хотела это то что можно было померить но на мне они не сидели в итоге дочери отправила это же сказала не надо вот и я пошла в галереи води коколонна девочки я ела во вкусные . прикиньте я поняла что я очень хочу я уже не помню вообще когда последний раз я такое ела бургер картошка и кофе боже как было вкусно вот я редко такое ем вообще если честно был период жизни вот несколько лет назад когда это все было на пике популярности и тогда у меня перенасыщение видимо произошло этим всем вот я этого переела и не хотела тут понимаю что я голодная понимаю что у меня торговый центр есть еду которую я беру с собой на работу в магазине мне уже зачертела вся вот я объелась и пошла шарухаться в магазин одежды я не заходила детский мир только зашла ночью там не ничего не приглянулась я пошла в золотое яблоко боже это мой любимый магазин вот литуаль золотое яблоко вот эти косметические вроде знаете у меня сейчас все есть вся косметика уходовая единственное у меня закончилась пенка моя для умывания кто меня давно смотрит знает я брала себе набор от лимони по рекомендации моей подписчицы еночки мне очень понравился этот бренд пенка вот у меня закончилась там дворники очень громко скребут вот у меня закончилась пенка остальные средства у меня крем для кожи вокруг глаз маска ночная и крем и есть кремом где не пользуюсь для меня он оказался жирноват я пользуюсь его маской кремом вокруг глаз и я себе еще в недавние закупки покупала пептидную сыворотку там еще покупал ну в общем пока косметику я есть у меня заканчивается тоник для лица вот я убрала от белинды и закончилась пенка но у меня еще остался гель для умывания на вб я брала большой индекс натуральности вот он неплохой гель вообще вполне мне очень нравится очень мягкий вот но так как он 400 миллилитров был баллон его периодически вытрачу его кстати 100 часа выбрала переливала оттуда в маленький бутылек вот пока пользуюсь есть чем пользоваться но хочу что-нибудь новенькое именно вот твою мувашку и какой-нибудь тоник и не определилась какой я люблю пробовать разные продукты вот посвятуйте что-нибудь фирму эту мувашку и тоник для сухой кожи я сухая склонная не наверно нормальная склонная к сухости вот попробуем чего-нибудь еще вот закажу чуть попозже в себе я ходила смотрела там столько всего и вроде кого можно выбрать купить но я так не люблю спонтанно если честно потому что хочу что-то купить не супер дешевое а такие покупки спонтанные не люблю надо изучить или по рекомендации покупать вот поэтому сывороток у меня хватает всего у меня есть я себе ретинолова вот эту сыворотку покупала я и сейчас пользуюсь тоже от белинды и она ночью и и тут кстати вот это от лимони маска начинаю я ей сейчас пока не пользуюсь то что вот эту сыворотку наношу ее достаточно вот и я себе еще брала пилинг от арави его можно использовать раз 7-10 дней курс 10 раз я два раза по моему или три сделала сейчас все плюс у меня все мои косметики вообще непонятно где умываемся мы до сих пор еще на кухне ванна работает но раковины и умывальника в ванной нет сама ванну смеситель а там вот кстати сегодня пойду залегать в ванной может пилинг светом сделаю вот короче люблю всякие такие магазинчики вот пошарохалась кайфанула потом сутру блин время уже надо бежать на животном иду фикс прайси подхожу к нему вот какао мне надо купить фикс прайси какао еще сливок пачечку возьму еще одну а воды мне еще надо фикс прайси вода продается в пятерках принципе эти там пять минут до моей работы донесу в общем такие дела такое мне сегодня полу выходной полу гулятельный день прогулялась посидела поела книжку почитала я люблю раньше вот любила когда бывала одна еду на работу беременная не колька была это получается шесть лет назад я могла вот перед работой заехать на фудкорт купите картошки фри бургеры сидеть книжку читать листать и потом на работу ехать вот я очень любила вот беременность мне прямо трясло трясучки мне хотелось ты такие все макдональдс вот это все вот а потом меня резко отрубила вообще мне мне прям плохо было запах я вот когда уже этот когда николь родилась и вот я получился не больше след будет шесть лет уже не ем вот это активно все ну то есть крайне редко не потому что там что-то там вредно или еще что-то просто не хотелось меня как бы отвернул и по своем время вы знаете я очень люблю вьетнамскую вот не рис с морепродуктами что-то там зон мне шлет шкаф прицепсе ванной так и не появился не мне писали то есть я когда выбрал от этого же гарнитура шкаф над стиралкой готовы уже он короче был был раз все закончился я вопрос задала будет ли еще шкаф мне написали да будет 10 ноября сегодня 21 уже я вчера пишу а чего вы писали до 10 ноября уже 20 когда будет но мне ответили что 20 по моему 3 уже точно будет вот жду над заказать еще мне нужно заказать хочу заказать а продозатор я вас спрашивала жду обратные связи для жидкого мыла и стаканчик под зубные щеточки свеженький вроде все кстати в автобусе ехала стоит ссылки во мне поэтому ничего не скинула все здорово ты дойду время состоится скин все ссылки которые обошел ой как хорошо на улице но все впереди похолодание наслаждаемся последними деньками впереди говорят у нас концу ноября начало декабря будут морозы до 39 градусов не помню рассказывал ли вам об этом или нет но вот рассказываю я поэтому то собственно костюмы начала искать потому что у меня есть костюм один теплый у него кофты неудобная капюшон здесь нахлёст идет какой-то не очень штаны буду носить ладно все девчонки я уже подошла к фикс прайс увидимся с вами попозже девочки озвучиваю за кадром вот мои покупки свал перед это масло монарды обычно я им пользуюсь в педикюре у меня предыдущий флакончик уже заканчивается поэтому вот взяла новенький ссылки все уже скинула в телеграм там все есть проверяю но бывает знаете пожиже бывает погуще но в целом нормально пойдет едва вот таких и выдвижных ящиков и ящичка которые клеются под стол который поменьше я его решил приспособить под апельсиновые палочки в комплекте есть также клейкая основа она достаточно широкая и ящик держится уже хорошо а вторая пошире под пилочки но оказывается я прежде чем заказать замеряла вот в это место я хочу приклеить только с этой стороны будет контейнерочек вот этот который пошире скажу вам сразу заранее изначально я его приклеила капец криво косо потом еле-еле отодрала и приклеила уже ровно но вроде все держится все хорошо уже дня три работаю и знаете первые дни я пыталась судорожно найти в ящиках палочки и пилочки которые у меня там лежали раньше и не могла понять куда они делись но сейчас я уже более-менее привыкла вот они палочки добавляю новенькие свеженькие вот и буду сейчас еще добавлять илочки очень классно вообще-то такое грамотное использование пространство по мне то есть получается ну место которое вообще не при делах а я его использовала вот под хранение очень классно здорово кстати я видела у некоторых девочек блогеров тоже такие ящички но знаете как-то наверное необходимости у меня не было мне хватало мест в ящике поэтому я и не закупала их а когда поняла что мне становится тесно я как хомячок все в дом все в дом тащу но работа это тоже мой дом поэтому поняла что мне обязательно нужны эти ящички и вот наконец-то они у меня есть я очень довольна это очень удобно самой себе это совершенно другое чем делать кому-то я вот себе тоже я всегда думала господи так полную форме то что получилось пока уже 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 лучше же да сама она рассчиталась наличка нет перевод ну да пробоны девчоночки новый день наступил я поехала на работу немножко пробежимся по вчерашнему дню вчера я пришла на работу надо мини-шоппинг был беспокойство фикс прессе отоварилась чуть-чуть и приехала на работу там уже то немножко работала поэтому я больше не выходила лицом так скажем на связь распаковала то что у неё какие покупки были засняла это на камеру вы это наверное уже видели озвучила скорее всего там за кадром потому что пока что разбирала мы стане общались болтали мы очень редко вообще видимся на работе так чтобы без клиентов поэтому если такое происходит мы с ней всегда болтаем обсуждаем что-то делимся новостями вот и потом у меня было две клиентки подряд ну даже не подряд первую просто очень быстро сделано еще и пришла пораньше у меня до следующей целый час потом был вот но и я собственно тоже то не работала поэтому а ну что-то мы с ней общались у нее перерыв был тоже тоже не был перерыв потом мы с ней в одно время закончили работать я даже первое взял с работы вот и уже на улице было темно поэтому я не выходила на связь вчера кстати руб обе клиентки с своими клиентами работала черным гей-лаком это к слову о том да что как подбирается очень часто клиенты в день которые выбирают на второй клиентки я покрыла светоотражающим топом его я всегда прикрываю сверху еще обычным топом потому что девчонки ну шершавенький возможно чтобы он не был шершавеньким его нужно наносить я так предполагаю каким-нибудь типа выравнивающим слоем чтобы блестки потом как бы утонули и сверху остался топ без блесток в общем мне проще тоненько нанести светоотражаечку и сверху же сделать покрытие топом вот дальше девочки мои дорогие мои любимые господи вот я вообще каждый раз думаю чтобы я вообще делала без вас я безумно рада что вы у меня есть что мы есть у друг друга все вместе потому что чем больше людей тем больше мнений советов каких-то опыта какого-то еще чего-то я в прошлом блоге разглагольствовала на тему полотенцесушителя спрашивала совета девчонки вы все как один очень много было комментариев по поводу полотенцесушителя что он обязательно нужен что это не только сушить полотенце и девочки я его буду покупать спасибо благодаря вам потому что действительно те доводы которые вы мне привели я с ними со всеми согласна но почему-то я об этом не думала полотенцесушителю быть однозначно чуть-чуть попозже выберу его закажу но может на выходных потому что нужно углубиться посмотреть изучить да по форме чтобы однозначно это будет электрически конечно же просто девчонки дело в том что у нас в предыдущем варианте ремонта полу ремонта до такого ванны этот полотенцесушитель существовал но естественно он был не электрический мне кажется 8 лет назад электрических еще не было а самый такой обычный который подключается к трубам но после подключения что-то пошло не так и мы его отключили он просто он просто был но не функционировал и действительно в межсезонье дубак в ванной а электрический то всегда работает это обычно он от воды горячей зависит а здесь он нужен и действительно вечером я стираю белье всегда каждый вечер я иду в ванную в душ в ванной важно я всегда стираю нижнее белье на руках я вам об этом уже говорила потому что в машинке она очень быстро на махрится начинает и расползаться вот и а вот сейчас у меня нет ничего и мне вешать некуда вешала изначально на крючочки которые не крючочки вот между плиточками пока мух и муж их еще не урал я на них веса сейчас я где приходится идти на сушилку для белья вешать но она не всегда стоит ну в общем это действительно сложность вот и также действительно после уборки те же тряпочки там подсушить однозначно вы правы спасибо вам огромное берем вот и и еще пока иду на остановку отвечу на один вопрос как раз таки вчера девочка задала вопросы чем под вчерашним влогом так как у меня там да все время лифтонок у некоторых были отслойки и прям не хватало по два-три ногтя их пришлось донаращивать еще и можно свой сейчас делать дизайн и все-таки такой осенне-зимний период он всегда порождает спрос почему-то на дизайн и не знаю как у вас у меня так и вопрос заключается в том беру ли я по полной с клиентов за до наращивания и за дизайн и за все 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 или нет и как у меня это происходит может быть я когда-то уже рассказывала об этом но все равно ежедневно добавляются новенькие я буду периодически все равно повторять значит смотрите девочки когда я делаю дизайн я всегда беру за него деньги всегда если это слайдер слайдер наклейка либо какой-нибудь ну совсем легкий дизайн типа там одной полосочки то это 50 рублей если это рисованный дизайн какой-то если это две полосочки ты тоже 100 рублей ноготь но как правило да если допустим сделают не четыре ногтя а шесть ногтей я могу взять за 4 ну то есть вот как-то все равно ну считаю в общем если это какой-то конечно же сложный расписной там дизайн это френч то это 300 рублей на все ногти это всегда вот у меня рука кстати подмерзла вот то есть за дизайн я беру деньги всегда вот но как правило больше 300 рублей я не добавляю за дизайн но новый год это исключение когда идут там и слайдеры и стемпинг и снежинки и блестки сверху я могу взять больше потому что это элементарно занимает больше времени вот дальше что касается ремонт вот наверное знаете это все у меня идет интуитивно чаще всего то есть я вот в моменте понимаю насколько там сложна для меня эта работа не могу либо взять деньги за все за ремонт я тоже беру всегда но всегда но не всегда да но нет как я люблю говорить допустим вот на примере последних работ где был и ремонт и дизайн не ремонт а до наращивания именно не ремонт ремонт это там бывает по сути как бы чё там под правил уголок это нет я не беру а если именно конкретно до наращивания 1 2 3 ногтей если нет вообще дизайна никакого если 1 тонн или вообще гель какой-нибудь то я возьму за до наращивания 1 ногтя 100 рублей я беру всегда если это такое прям не уголок добавить а прям ну то есть мясо ноготь 100 рублей я беру если там этих ногтей 2 я тоже могу взять 100 рублей если их больше двух могу взять больше но если допустим вот как у меня было четыре ногтя нарастить и дизайн девчонки я взяла просто за дизайн я не знаю я еще иногда забываю что там до наращивала вот вот на самом деле я всегда всем говорю надо брать деньги за свой труд это дополнительный доход потому что без него никак то есть ну вот все равно заработки мастер маникюр они складываются не только из базовой процедуры с плюс допов на которые мы учимся мы тратим деньги на эти доп материалы которые мы используем для дизайна для ремонта лампа фонарик та же верхняя форма мы же это все покупаем за деньги и мы должны за это брать но вот у меня это происходит вот игру как-то в моменте я ну интуитивно я иногда понимаю что я да сейчас я как бы посчитаю возьму вот однотонну то есть процедура маникюр с покрытием и плюсом я возьму там зато 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 вот иногда я могу сказать так вот допустим до 1800 маникюр 200 рублей дизайн ремонт вам в подарок ну как бы вот могу так на этой неделе почему я вообще не стала брать ни с кого за донаращивание потому что мне кажется что я может это моя вина что у них ногти отвалились поэтому наверное вот так а так вообще конечно за донаращивание за ремонт нет вот за донаращивание да надо бы надо выбрать посмотрим буду дальше стараться это делать тоже и вам советую я поехала на работу мне сегодня два клиента сестренка моя и еще одна клиентка оба маникюра и я хочу еще себе сделать маникюр сейчас приеду еду пораньше потому что уже пора а на самом деле уже не так много времени на себя будет там потому что будут выходных больше я ну как бы из-за себя не поеду в город вот поэтому сегодня все время я сделаю хочу сделать гель с блёсточками от кадиллак москве не слайдеры сделали стемпинг подумаю дизайн какой-то хочу ведь я тоже хочу дизайн в такой период холодных все пошла и ждать автобус девчульки такая погода сегодня ощущение что не осень а весна потому что дороги мокрые солнышко светит хотелось бы весну лучше нет пусть новый год а потом можно весну вот так девчонки конечно же это видео вы увидите не сегодня но все равно сегодня день сыновей поэтому я всех девочек поздравляю у кого есть сыновья вот а вот в телеграме как раз день в день могу поздравить вот поэтому кто хочет но кого еще нет моем телеграм-канале ссылки есть в описании добавляйте мы там не только делимся полезными ссылками но и общаемся у нас все по теме не только ногтевое абсолютно любой вопрос будет уместен чем больше голов умов тем лучше все я сейчас зайду воды куплю и пойду делать все маникюрчик стараюсь вам что-нибудь поснимать постараюсь в этот раз сделать хороший ракурс насколько это возможно но я не умею делать этот ракурс так чтобы и снимать можно было видно все хорошо было и мне чтоб все удобно было потому что это самое важное когда я веду съемки меня всегда раздражает камера она мне всегда мешает мне кажется что она мне мешает делать лучше хотя как говорится плохому танцору да как обычно вот так что сейчас я думаю раз за водой здесь она там будет вот и буду делать очень рада что сегодня сделаю себе маникюр потому что мне очень комфортно было ходить вот с этим цветом это база стронг без джи но девочки торцы у меня в отслой очках не знаю с чем это связано и мне кажется как будто бы она кое-где чуть-чуть просела но это база вот но в целом я довольна девочки той мариара воды не было я решил пройтись вот дальше за моей работой еще одна мариара есть взяла воды там просто есть но очень дорогая которая типа детская 5-литровая она там стоит под 200 рублей и прикол сейчас в эту мариара зашла и там как бы реклама вот это которая по громкости не по громкости языкову включено аудио типа ваши дети каждую пятницу просят что-то вкусненькое марияра там только по пятницу там какие-то скидки я открытую блин мало такое вообще бывает чтобы дети по пятницам просили что-то вкусненько мои дети просят каждый день вкусненько вот реально напомним серьезе девчонки вас как с этим каждый день реально я конечно вспоминаю свое детство это было совершенно другое время совершенно вообще все было по-другому вот и конечно мы там вкусненько зарплаты ели которые задерживали вот ну я не жалуюсь у меня было хорошее детство нормально вот просто я к тому что вот насколько создать у наших детей какое время что руках устал вот мои каждый день чего-нибудь вкусненько не купил шоколадку все истерика я сама любитель чайочек потом долечкой шоколадку но вот давай думаю да реклама немножко не актуально девочки я покушала рот даже еще не вытерла это я проверяю еще нет а то сначала я нажала кнопку запись а потом подумала села все сейчас сажусь себе делать ногти готовлю набор и ищу в ящиках не могу найти пилки и эти палочки и судорожно вообще пытаюсь понять где они потом вспомнила о моих новых выдвижных ящичках девчонки ну как же это удобно я видела у девчонок у многих что есть вот такие ящички у меня как раз это это так удобно во первых опил от пилок не опил они все равно же осыпаются я пользуюсь такими деревянными одноразовыми но вот иной раз то на 180 приходит грубоватый наверно надо брать 180 на 240 все же вот это так удобно это лиза не занимает место то есть вот максимально продуктивное использование там всего пространства да вот я нашла что и здесь дырочка и сидели так классно кстати в телегу тоже ссылки вам уже скинула вот и освободила себе вот в этом ящике у меня гели базы топы вот все бутыльки здесь то чем я работаю ежедневно и освободила как раз таки вот во втором ящике у меня лежали пилочки в контейнерах освободила себе под гели вот надо еще заказывать вот этот топ девочки в запасе пока стоит им еще не работала давно не работала знаете один раз я поработала господи какой он хорош какой он прекрасный какая у него консистенция вообще но здесь это у меня требеденько сейчас еще кстати сертификата вам и здесь вот у меня запас чёточки салфетки мешки мусорные запас а последнее там короче пустые баночки надо уже рубрику делать там уже подкопилось немного пустых баночек вот и подогреватель для геля кстати сейчас прям включу поставлю мне с ним очень понравилось работать единственной девочки да вы мне предупредили что вот он уже смотрите к а или это было потемнел вот он потемнел что его нужно на что-то ставить чтобы пятна на столе не было вот не знаю что придумать платочек то ли его поставить потому что на вот эту красоту мне жалко вот короче но работать с ним понравилось знаете наверно как альтернатива ему можно купить просто разбавитель гелей наверное когда он у меня навернется я просто куплю разбавитель гелей все приставаем делать мне ногти так ну что вот не мои ноготочки на правой руке на рабочих пальцев затерся топ а чем я покрывала без этим наверное замку но который во флакончике девочки у меня был ну как бы я вообще от перчаток и затирается еще часто топ знаю что затирается в общем ноготкам недельки 3 наверное вот здесь где-то видно под просела база на кончиках здесь ну то есть она чуть просела сделаем с вами одну руку а вторую я буду делать без камеры потому что это вообще неудобно болтать не буду надеваю маску буду жужжать не употребляю маску отверстия так девчоночки резюмирую резюмирую после снятия значит снимается база опять подогреватель не работает сейчас переподключу вот это была шестьдесят шестая без же сняла все-таки сразу две руки значит снимается прекрасно везде все у меня было просохше единственное знаете под ней подскрутились ногти все-таки видимо это база под прям вот подскрутились вот ну ничего страшного длину пока не убирала делаю маникюр и после укрепления буду убирать длину были от слойки небольшие на торцах но не критичные не убирать длину Продолжение следует... 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 Поэтому спасибо вам. Все, девочки, до новых видео. Всем пока-пока. Нюд так же, да, сделала? Ну, они, конечно, все пообломались, все короткие. Тогой стал? Вот я не могу сказать тебе ничего понять. Ну, мне... Может быть, если бы не работаю за компом, может быть, бы и ничего, наверное. Не туда уже, да, попадают? Ну, да, но неудобно. Я вот, кстати, сижу и думала. Господи, как мне надоело делать ногти. Я, наверное, сделаю на Новый год, и все, я буду отдыхать. Потом думаю, блин, ну красиво. Ну, это не надо снимать. Да, никто не знает, что... Бесит меня, но это нормально. Как у нее там дела вообще? Хорошо? Да нормально. Работает? Получает ПМЗ уже. Ага. Как эти племяшки? Правильно? Во-первых. У нас сменился же Сергей Доваскар. Вот это, поэтому что он... Пришел, мы в девятом поели. И все. И спать. Он собак в девять вывел, и мы все. Ложимся и...